Друзья, всем привет! Вы на канале Соперотпуск. Мы находимся на острове Чанг в Таиланде. И сейчас мы находимся на такой, по нерпам Чанга, оживленной улице. Это пляж Клонг-Прау. Ну, улица, как я понимаю, тоже, наверное, носит такое же одноименное название. Ну, по крайней мере, все так ориентируются, что это Клонг-Прау. И вот мы вышли тут посмотреть окрестности, видим магазинчики, пункт обмена валют. Вот, в общем, что-то можно купить, где-то покушать, обменять денежки. И вот увидели отель Flora Ai Talai. Извините меня за мой плохой английский, если я что-то не так произнесла. Но вот мы можем снять, как называется, отель. Сейчас зайдем немножечко поснимаем отель. Ну, вы знаете, мое впечатление производит какого-то немножечко мрачного места. Мне пока так кажется. Я даже не знаю, откуда здесь начать. Я так понимаю, что это ресепшн-ресторан. Вот, прямо от нас. Если кто здесь будет, посмотрите, это ресепшн. Пойдемте посмотрим. Все-таки, знаете, интересно смотреть не на красивые места ресепшн-ресторан, обычно это благороженное место, а посмотреть вот на бунгало. Причем всегда хочется видеть бунгало, которое находится не на первой линии. Или непосредственно не у пляжа, не у кромки воды. Вот что они из себя представляют. В нашем предыдущем видео мы вам показывали отель Лонд Храу Ресорт. И там бунгло, они все достаточно красивые. Вот здесь у меня не складывается такое впечатление, честно вам скажу. Как-то мрачновато, ребят. Я не знаю, честно, какой ценовой категории этот отель. Ну, возможно, если он совсем недорогой, то у кого-то это может и устроить, и людям наоборот. Иногда хочется пожить в недорогих местах, но подольше. Ну вот. И рядом такая достаточно оживленная дорога, как мы видим. Костики ее немного закрывают. Даже здесь вот, я вижу, один фонар, который, видимо, горит. А может быть и нет. В общем, достаточно шумный, я бы так сказала. Так, сзади мото-байк. Мото-байки здесь кругом. С мото-байками надо быть очень осторожными. Ну, я так понимаю, еще один ест в отель. Постепенно мы вошли в другую. Пойдем немножечко пройдемся. Вот сейчас идем, знаете, отовсюду доносятся запахи рыбы. Запахи морепродуктов. Жареная рыба. Рыба на углях, там. Рыба в соусе. Все что угодно. В Тайланде, друзья, пахнет рыбой. Причем сильной везде. К этому запаху надо просто привыкнуть. Я вот еще пока могу кушать рыбу. Кушаю ее с удовольствием. А Павел уже перешел на мясо. Сегодня, между прочим, на Чанге такая погода. Нет солнышка, да, облачное. Мы даже думали, что пойдет дождик. Вот можно прогулять, смотреть. Здесь уже бездавна. Пойдемте, посмотрим. В общем, вот так вот в ряды расположены бунгало. Раз, два, три, четыре ряд бунгало. И только четвертый ряд находится непосредственно в улоре. А все остальные имеют вот такой вид. По всей видимости, сейчас мы пришли в каком-нибудь ресторане. Мы уже находимся, просто, после третьего ряда домиков. Места в них даже шесть рядов. Там было четыре ряда домиков. А здесь по кругу их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть рядов домиков уже. Вот так вот. Такая интересная территория. Такие бунгало. Достаточно аскетично все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры добавил DimaTorzok В общем, вышли мы по дорожке через Бунково на пляж, да, здесь вот делают массаж, там правее отельный бассейн, много народу, котишки, качелики, ты знаешь, меня покусали, ты знаешь, что меня покусали? Зуравьи, вот они, посмотри, да так сильно, я прям, ты знаешь, ногу воткнула, Муравейник, ужасно больно, смотри, они маленькие, ну как же они меня сразу, а покусали-то, а? Пойдем, пойдем, посмотри, они здесь везде. Да, муравьи меня покусали первый раз, на чанге, я надеюсь, что у меня не будет какой-нибудь аллергии с ними. Вчера мы встретили людей, которых покусали песчаные мошки, вот это было интересное зрелище, вся нога в каких-то красных пятнах, и все это жутко чешется. Я боюсь, что не будет у меня так же от укусов муравьев, как ты думаешь, Павел. Я вот сейчас иду и закапываю ногу в песок, уже на мне чешется, ребята. Сильно, 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 сильно чешется. А ты знаешь, мне кажется, что мы вышли до нашего отеля вот так, рукой подать, прямо. Вот так вот мы бродили, 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 и вышли на флеш, который ведет к нашему отелю. Ну что, неудивительно, это же Кландпрау. Кстати, вон качельки. Качели здесь везде. Это бунгало, которое расположено на первой линии, со своим бассейном, как мы понимаем. Народу не видно, как мы видим. Здесь постоять, или нет, сказать сложно. Хотя на самом пляже достаточно многолетний. Ну и вот море, рядом с котелем Флора и Талай. Здесь очень тенистый пляж, очень высокие, большие деревья, густая-густая тень. В общем-то, достаточно хорошо. Вода теплая-притеплая. Очень теплая вода, ребята. Ласковая, теплая. Нет камней. Песчаный вход прекрасный. И очень даже неплохо дойти до глубины. Вот буквально там, где народ купается, чуть-чуть подальше, возможно, там уже глубоко. Ну что, друзья, мы прогулялись с вами еще по одному отелю. Может, кому-то информация будет интересна, кто-то что-то посмотрит, увидит, запланирует свой следующий отпуск. Если видео было вам полезным, оно вам понравилось, подписывайтесь на наш канал. А с вами был ваш Супер-Отпуск. Пока-пока. Дорогие друзья, в заключении этого видео, в качестве поскриптума, хотелось отметить, что мы посмотрели цены на этот отель на сайтах бронирования. И были сильно удивлены, что на настоящий момент времени цена проживания в этом отеле такая же, как в отеле Клонг-Прау Ресурт, который находится практически по соседству. На нашем канале есть отдельное видео об отеле Клонг-Прау Ресурт, которое вы всегда сможете посмотреть. Мы слышали, что в отеле Флора и Талай вечером работает хороший и недорогой пляжный ресторан. На наш взгляд, отель оказался немного не таким, каким он представлен на фотосайтах бронирования. Но очевидные плюсы в виде очень хорошего моря и вечерних развлечений у него, несомненно, есть. Но выбор, друзья, как всегда за вами. Субтитры сделал DimaTorzok